Всем привет-привет! Всем прекрасной, теплой весны, среды, хорошего вам настроения, доброго утра, кто смотрит утром, либо приятного такого уже весеннего вечера. Итак, мы с вами сегодня будем смотреть расклад, который предложила Ирина Шведова. Называется он «Что я контролирую и так ли это?». То есть у нас иногда возникает иллюзия, что есть что-то, что мы вообще можем контролировать в этом мире, да, есть какие-то моменты, но это в принципе очень-очень спорно касательно именно контроля. Почему? Потому что даже себя порой мы не можем контролировать, нам может казаться, да, то есть в чем-то, да, мы можем как-то проконтролировать себя, но в чем-то, я вот просто думаю, да, такие вот моменты, когда мы говорим о умении сдерживать свои эмоции, как-то их проконтролировать, но не всегда это возможно, все зависит от многих факторов, да, в этот момент, от гормонального состояния, что напрямую влияет на наши эмоции. То есть иногда кому-то может казаться, неужели ты не можешь себя сдержать там, например, в питании, да, что-то не есть, ведь это вредоносно. И казалось бы, да, что я могу управлять, но на самом деле не всегда так, почему? Потому что если гормоны играют, если, как говорится, если есть какой-то дисбаланс, то сколько бы ты силы воли не прикладывала, далеко на своей собственной силе воли не уйдешь, да, то есть надо понимать биохимию нашего организма, то же самое у нас в мыслях, насколько это можно контролировать, то есть вот, знаете, дать стопроцентный какой-то ответ касательно того, что я могу контролировать, а что нет, здесь не получится, потому что все идет индивидуально, от обстоятельств и от того, насколько мы живем иллюзорно, либо в реальности, да, то есть я не исключаю того момента, что да, можно контролировать, но что и как. Вот такие вот моменты, да, мы сегодня посмотрим. Опять же таки, во всем, ну это мое мнение, я очень часто про него говорю, придерживаемся золотой середины, да, не уходим в крайности, то есть с одной стороны жить полностью в доверии, вот в этом состоянии потоковости, да, куда тебя поведет, это будет зависеть от уровня осознанности. Я не исключаю, что это можно, но вот на мой взгляд, таким высоким уровнем осознанности, да, могут, ну, владеть действительно единицы. А с другой стороны, быть человеком, который все контролирует, все управляет, это тоже огромный стресс, это напряжение, это другая крайность. В идеале для большего количества людей это была бы золотая середина по обстоятельствам. То есть там, где я могу это проконтролировать, когда мне что-то подвластно, ситуация, например, реакция на что-то, это хорошо, это здорово. Но есть моменты, когда мы не можем проконтролировать, мы не можем проконтролировать 100% другого человека, да, либо какие-то внешние факторы, ну, на которые, ну, никак, мы не можем повлиять на природу, мы не можем повлиять на время года, мы не можем повлиять на дни недели, мы не можем повлиять на то, что мы увидим во сне, Хотя в этом тоже есть какие-то определенные практики программирования либо основного сновидения. Но в любом случае, вот прям стопроцентный, чтобы был контроль, я здесь не совсем согласна с этим. Но у вас будет своя точка зрения. Вы это можете написать в комментариях, можете написать даже свои примеры, что вот здесь вот мне удалось проконтролировать, а здесь нет. Ну, насколько вы согласны. Я все же поддерживаюсь всегда позицией золотой середины. Именно баланса, что все по обстоятельствам. Ну, это мы с вами сегодня посмотрим. Позиции, я надеюсь, вы уже увидели. Мы приступаем. Благовоние я зажгла. Так, видно? Видно. Позиция номер один. Сначала мы посмотрим единички, в каких энергиях вы сейчас находитесь. Десятка жезлов, да, что-то вас здесь обременяет. Какие-то, не знаю, ситуации, обстоятельства, какие-то дела. Либо здесь, знаете, как откладывали-откладывали какие-то дела, и вот они скопились. То есть здесь есть вот эта тяжесть тех моментов, что все собралось воедино, и теперь мне это разгрузить достаточно сложно. То есть это могут быть, я не знаю, либо в какой-то одной сфере, либо вообще просто какая-то вот многозадачность. И собрать вот так все едино, возможно, не хватает сил для того, чтобы это решить. То есть здесь какая-то расфокусировка идет. Такое ощущение, да, что много открытых дыр, много разных фронтов, и это надо все решать. Вот как будто бы есть желание такое, знаете, вот как этот момент, да, как некий такой луч, чтобы сфокусироваться именно здесь, не на кончиках, а именно здесь. То есть вот это вот собрать все воедино для того, чтобы решить эту задачу и дальше уже как-то действовать. Но здесь ощущение того, что вот накопилось много разных дел, которые требуют решения, а я не могу, не могу, да, вот я здесь это не могу проконтролировать. Причем такой очень интересный момент, можно было бы сказать, да, что любые дела, если выстраивать в приоритет, то можно их решить. Да, безусловно, но здесь внутренняя составляющая человека важна, да, то есть вот в каких энергиях он находится. Вот сейчас вот по десятке жезлов, в принципе, вы можете это решить, это вам подвластно, но и у меня такое ощущение, что сейчас вам это нереально, да, не знаю, что мешает. Здесь есть какое-то такое ощущение, что что-то мешает. Вот что-то мешает завершить эту ситуацию, и в данном случае как-то вот нет вот этой вот собранности, я говорю, нету концентрации. То есть даже если выстраивать какие-то приоритеты, чтобы решать поступательно, да, дела в зависимости от приоритетов, здесь все равно нужна какая-то концентрация, нужно внутреннее единение, вот этот вот баланс, о котором я говорила, а здесь ощущение того, что его нету. Почему его нету? Почему его нету, да, потому что сейчас вот вы как будто бы находитесь в каком-то подготовительном этапе. Не знаю, то ли вам нужно окончательно собраться силами, то ли вам нужно определиться. Это знаете, у меня так бывает иногда перед некоторыми раскладами, мне нужно раскачаться, да, то есть мне нужно, я знаю тему, которую я буду делать, и вот мне нужно на ней сфокусироваться, и могут пройти несколько часов, прежде чем я соберусь и начну делать расклад. И это не связано с тем, что там, допустим, лень, либо не хочется, нет. Это вот внутренняя такая, знаете, концентрация, фокусировки для того, чтобы вот созрело. И вот аркан колесницы здесь говорит о том, что мы находимся на низком старте, прежде чем это все выстрелит, и мы вот свою силу, энергию направим как раз-таки на разруливание вот этих вот всех задач, которые у нас тут присутствуют. Секундочку, закрою дверь, то у нас уже с открытыми дверьми мы сидим, у нас уже тепло. Вот в таких энергиях, да, вы сейчас находитесь. И исходя из этого, давайте тогда посмотрим, да, что вы контролируете вот именно в моменте, в котором вы находитесь. Пока вы можете контролировать только свои мечты, свои мысли, но здесь, знаете, здесь еще такое ощущение, что вы как будто бы можете контролировать свое какое-то идеальное состояние, внутреннее идеальное состояние. Вы это можете контролировать. То есть вы можете контролировать здесь наполнение вашей энергии, ваших жизненных сил, то есть уровень их наполненности. В каком контексте вы это можете контролировать? То есть по ощущениям, если вам не хватает энергии, значит, необходимо совершить какие-то действия, может быть, какие-то упражнения, какие-то практики по восстановлению этой энергии. То есть здесь вы можете контролировать только свои жизненные ресурсы, именно на уровне энергетики. И также вы можете контролировать свои мечты, свои как будто бы, не знаю, желания какие-то. То есть каким образом здесь можно контролировать? То есть либо вы это отдаляете, либо оставляете на потом, либо реализуете. То есть вот именно приоритет. Но в большей степени здесь идет концентрация жизненных сил, вот этой вот энергии. Также вы здесь можете контролировать расстояние. То есть насколько вы близки, насколько вы приближаетесь, либо отдаляетесь. Это может быть от людей, и это может быть от каких-то ситуаций. То есть вы можете управлять. То есть, допустим, вот этого человека я впускаю в свое пространство, а этого нет. То есть я держу некую такую дистанцию. Либо я сейчас занимаюсь вот этим, либо не занимаюсь. То есть вот вопрос именно в пространстве. Приближение и отдаление. Следующий вопрос. Что не подается вашему контролю тут? Что не подается вашему контролю? Какая-то стабилизация здесь, да? То есть стабилизация, либо, если мы говорим про бытовой уровень, да, экономика. То есть как-то не получается либо сэкономить свои ресурсы, либо сэкономить свои деньги. Не получается вот плюс ко всему как-то ощутить себя в какой-то такой более стабильной, уверенной позиции. Почему? Потому что здесь вот надо все время совершать какой-то выбор. Чувство того, что вам необходимо здесь как будто бы, знаете как, сесть и сконцентрироваться. А не получается этого, да? Почему? Потому что есть все время какое-то движение. То есть такое чувство, что вот вы только начинаете чем-то заниматься, и вас периодически отвлекают от этого, да? То есть есть какие-то... Причем отвлекают не просто там, допустим, подошел, ребенок что-то спросил на какое-то время. Нет. Здесь как будто бы отвлекают тем, что требуется ваше внимание где-то в другом месте. Там, я не знаю, что-то решить, какую-то другую задачу. Вот вы только фокусируетесь на том, что хотите вы то, что необходимо вам. А вам говорят там, ну я не знаю, там что-то поломалось, и надо это решить. Да, там кран потек. Либо надо срочно сбегать там либо в магазин, либо что-то заплатить. И вот пока вы туда пойдете, пока вы это сделаете, да, эти дела, пока вы вернетесь, уже как будто бы полдня прошло, и то, что вы хотели сделать, не получилось, потому что вот появились какие-то другие приоритеты. И здесь такое чувство, что вот как раз-таки по аркану мира, да, то есть вам как будто бы не дается вот это вот движение в новое. Почему? Потому что не получается завершить какие-то дела в прошлом, значит. То есть сначала надо их завершить, прежде чем откроются какие-то двери. А завершить их не получается, потому что все время вас отвлекают. И здесь вопрос как раз-таки выбора стоит, да, что, что, как мне делать. Что еще не подвластно вашему контролю, но как будто бы вот ощущение свободы, да. Вот я говорю, есть какие-то внешние здесь факторы, которые как-то все время отвлекают, переключают ваше внимание на что-то другое. Вот мне хочется спросить, а почему, для чего это, да? Для чего такое происходит? Для чего? Здесь какое-то планирование, да, достижение какой-то цели, вашу энергию все время переключают. Переключают. То есть, для чего это все происходит? Вам как будто бы не дают пока, вот смотрите, у нас была десятка, да, жезлов, а здесь ту жезлов. Вот нам не дают вот это вот все сбросить и начать как будто бы сначала. Не знаю, то ли не время, то ли еще что-то. Вот давайте посмотрим, почему. Почему вам не дают двигаться дальше, не дают даже планировать, не дают какого-то нового начинания. Почему? Потому что вот здесь подсказка краски по шуту, да, нужно, здесь нужно, нужно обновление, да, здесь нужна новая энергия. То есть на тех энергиях, которых вы, скорее всего, находитесь сейчас, не получится, не получится двигаться. Вы как будто бы будете воссоздавать то, что у вас уже есть. А велика вероятность, если мы здесь говорим про идеалы мечты, то есть если бы энергия, либо движение, в котором вы двигаетесь, да, по пути, в котором вы двигаетесь, либо энергии было бы достаточно, вы бы уже давно достигли своего желания. Если вы не достигаете, либо вы идете не так, либо что-то, что-то вы делаете не совсем правильно, либо вам не хватает сил. То есть что-то здесь нужно изменить. И шут говорит о том, что вот как будто бы надо заводские, вот не заводские, а те настройки, которые у вас есть, как будто бы их нужно сбросить и прийти к заводским, чтобы заново себя перенастроить. Как некое такое обнуление, да. Здесь необходима легкость. Прийти именно вот к состоянию легкости, либо какое-то вот облегчение. Но облегчение, оно будет вот тогда, когда вы сбросите вот эти все свои обязательства, что вам помогут, поможет решить вот эту десятку жезлов. То есть здесь об этом все. Пашкубков. Здесь как будто бы, ну здесь, во-первых, нужно изменить, изменить свое внутреннее настроение, да. Здесь что-то связано с эмоциями. как будто бы какой-то инсайт должен произойти, да. Либо какой-то интерес, что ли. Здесь какое-то состояние, какое эмоциональное состояние здесь необходимо. Ну вот баланс, да. Здесь нужно успокоиться. То есть возможно, здесь присутствует энергия. Ну не то чтобы паники, да, какой-то суеты. А здесь вот надо замереть. Надо замереть и прислушаться к себе. То есть вот какая-то такая внутренняя пассивность должна быть, остановка. Как, не знаю, как передохнуть. Вот убежали, бежали, да. Допустим, долгую дистанцию. И где-то там в правом боку что-то кольнуло. Либо в левом, либо еще что-то. И вот вы останавливаетесь, чтобы перевести дух, прежде чем двинуться дальше. Вот здесь какое-то такое ощущение, что вот вам нужно, необходимо сейчас остановиться и перевести дух. И вот это вот перевести дух, я не знаю, то ли это отдохнуть нужно, то ли надо переключить. Вот у вас как будто бы сама вселенная, она переключает на что-то другое. Поэтому вас и отвлекают. Потому что сейчас как будто не время решать. То есть те задачи, которые у вас есть. Это не говорит о том, что вам их не нужно будет решить. Это говорит о том, что вот нужно какой-то, я не знаю, какую-то переменку сделать. Переменку, вот как в школе я имею в виду, переменка между уроками. То есть как-то перевести свой дух, отключиться от того, от той энергии, в которой вы находитесь. Иногда бывает так, голова настолько замылена, что в принципе элементарные вещи я не могу решить, потому что я очень долго над ними как-то заморачиваюсь. И иногда вот это выражение «давай пойдем попьем чай», просто поболтаем ни о чем, как переключились, а потом в расслабленном состоянии к вам приходит какое-то понимание, как вам нужно делать. Либо вот эта перезагрузка, она произошла через то, что вы сняли свой фокус внимания от того, где у вас здесь есть напряжение. То есть надо снять некое такое напряжение. И тогда здесь как будто бы энергия заблокирована. Иногда бывает так, когда на очень активных силовых каких-то тренировках происходит некий такой спазм, зажим мышцы, и она вот там на теле каким-нибудь вот таким зажимом большим. И ты идешь к массажисту, и он начинает тебе, значит, именно эту область точечно расслаблять путем надавливания либо прокатывания. И когда вот этот зажим, он отпускает, приходит какое-то такое расслабление, и дальше как будто бы весь организм начинает работать, как часики. Вот здесь вот этот вот зажим надо, как его сказать-то правильно, расслабить через то, что вот необходимо по верховной жрице, да, как-то успокоиться, найти внутренний баланс. То есть вам необходимо расслабление. Здесь очень много напряжения. Вот вам надо сбросить это напряжение. Вот я говорю до выражения, сбросить напряжение, у меня почему-то ассоциативно, это связано как-то с мужским пониманием, да, стресс, секс, что такое секс, да, пошел, сбросил напряжение. Вот, ну, не знаю, возможно, как вариант такое тоже может быть, да, но здесь вот как будто бы нужно сбросить какое-то напряжение. Вот, по первой позиции это так, подытожу и скажу, что вы можете контролировать, да, можете контролировать расстояние, насколько приближается, либо отдаляется сейчас реализация вашего желания, либо вашей мечты, и вы можете сейчас повлиять как раз-таки на уровень своей энергетики, да, то есть на то, чтобы наполниться. На все остальное сейчас вы не сможете повлиять. Да, вы это можете сделать как-то насильно, но вы и результат не получите, тот, который вы хотите, и удовлетворения не будет. Поэтому займитесь больше сейчас своей энергией, да, расслаблением. Здесь, ну, можно сказать и про пассивность, но мне кажется, что вот больше нужно сделать что-то, чтобы вот вас как-то расслабить, причем это расслабление, оно должно быть именно внутреннее, и в голове должна быть какая-то, не знаю, пустота. Это не тишина, а вот пустота, чтобы вот, чтобы голова не была ничем наполнена. Вот какие-то такие здесь энергии идут. Напишите мне, пожалуйста, что у вас там происходит по первой позиции, что вы там решаете. Так, а мы с вами перейдем к позиции номер два, красненький камешек, двоечки. Смотрим, да, в каких энергиях вы сейчас пребываете, в каких энергиях пребывают двойки. Так, двойки тоже находятся в каком-то выборе. Что тут у вас происходит по двойке фендаклей? Здесь у меня такое ощущение, знаете, здесь не какая-то тревога такая, у меня почему-то идет как тахикардия, как-то вот очень быстро-быстро бьется сердце. Не знаю, то ли здесь вопрос предвкушения чего-то. Это, например, очень похоже, когда мы сдаем какие-то экзамены и ожидаем результата. То есть сначала надо сдать этот экзамен, и мы в ожидании какой-то билет, какой билет выпаде, либо там анализы сдаете какие-то, и вот в ожидании того, что вот пока я сдам. Ну, либо, например, вопрос беременности, есть некая такая задержка в месячных, и вам врач прописал анализ крови, чтобы уже точно определиться, беременны вы или нет. Вот это вот ощущение, такое, знаете, предвкушение, либо в домашних условиях, когда делаешь тест на беременность, вот эти вот несколько секунд, пока ты ждешь, появятся там эти две полоски или нет. Вот какая-то такая тревога, но она не в негативном ключе идет, а здесь вот тревога за какой-то результат. И вот у меня прям вот это вот учащенное сердцебиение присутствует, но здесь не беспокойство, здесь вот именно какая-то такая эмоция, ну-ка, сейчас я ее уточню, вот она может быть связана либо с семьей, либо может быть связана с финансовым аспектом, то есть здесь вы беспокоитесь, опять-таки старшный суд говорит о каком-то обновлении, может быть здесь действительно вопрос детей, ну то есть рождение, я имею в виду, либо какие-то семейные вопросы встают. вот здесь что-то должно завершиться, да, здесь вот мы находимся как раз-таки на стадии рождения, но само рождение еще здесь не произошло, вот я не знаю, как момент схваток таких, да, то есть ты понимаешь, что это необратимый такой процесс, вот, и вопрос времени, когда он закончится, да, когда ребенок уже родится, вот здесь какая-то такая энергия, что, ну-ка, ну-ка, ну-ка еще, покажите мне, луна, да, здесь, здесь много непониманий, много неясностей, и от этого у вас есть тревога, то есть сразу могу сказать, что здесь что-то нужно прояснить, если надо с кем-то поговорить, поговорите, здесь не вопрос гордости того, что я не буду говорить, да, ну если там с каким-то человеком, либо я там боюсь, либо если есть какие-то там обиды, да, пускай человек сам сделает первый шаг, вот здесь сейчас не про это, здесь про то, что нужно прояснить, потому что здесь очень напряженная какая-то нервная система, могу предположить, что либо сон какой-то прерывный у вас, ну тоже такой беспокойный, либо что-то вы видите во сне, где от кого-то, от чего-то убегаете, то есть вот какая-то активность, либо вас что-то преследует, то есть здесь чувство, здесь не беспокойство, здесь тревога, вот мне тревожно, мне неспокойно на душе как-то, от чего, от того, что я что-то не вижу, также здесь может быть какое-то вот предчувствие, предчувствие, когда, знаете, вот говорят, как женщины понимают, да, есть ли измены или нет, то есть внешне это может как-то никак не выражаться, да, мужчина может не показывать это, но женщина понимает, где-то внутри интуитивно, да, изменяют ей или нет, она это не может объяснить, она это не может рассказать, либо наоборот, если у мужчины, то есть другой пример, да, например, у мужчины какие-то проблемы на работе, и он не хочет вам рассказывать о них, ну чтобы вы не беспокоились, да, либо он должен сам в чем-то определиться, прежде чем он вам сам скажет, то есть он еще, у него на работе тоже еще, допустим там не все понятно вот и он не хочет вас заранее как-то тревожить но вы интуитивно это чувствуете вот что-то идет не так вот здесь вот какие-то такие энергии либо это вот касательно вас вот есть вот эта тревога что что-то не так я не могу это словами сказать я не могу это еще понять но вот моя интуиция она говорит что что-то идет не так и здесь не в контексте предчувствия негативного а здесь контексте того что я я не понимаю мне не хватает информации мне не хватает ясности четкости вот либо знаете во взаимоотношениях с людьми иногда до человек что-то сказал и ты понимаешь что есть какой-то подтекст что есть какое-то вот двойное дно какой то смысл но вроде бы ты читаешь сообщение вроде бы нормально все написано да вот без каких-то подколок без сарказма но ты чувствуешь что что-то не так то есть я не могу понять меня сейчас восхваляют либо меня обесценивают вот здесь какие-то такие энергии прослеживают тревожности в таких энергиях вы находитесь хорошо вот в такой ситуации да что вы контролируете именно в моменте не вообще умеете ли вы контролировать а что вы можете вот в этой ситуации проконтролировать но вот видите король жезлов говорит о том что вы можете проконтролировать именно коммуникацию то есть вы можете повлиять на на общение если здесь нужно с кем-то поговорить да если нужно проявить какую-то инициативу да если Если надо, не знаю, какую-то решительность проявить, то тоже да. То есть первый шаг совершить. Если здесь необходимо решиться на какое-то обучение, либо на какое-то развитие, на какой-то рост, то есть все, что связано с огнем, с движением, то здесь ответ да, вы на это можете повлиять. Еще на что вы можете повлиять в этой ситуации? Вот еще один король мечей, да? Еще один король, король мечей. Вы можете повлиять на выстраивание, на построение какой-то стратегии, то есть на понимание того, как я буду действовать. Либо как-то проанализировать ситуацию и понять, как вам нужно действовать. Здесь нет у меня чувства, что вы можете проанализировать всю ситуацию, потому что вот как будто бы одна сторона, она ясна, и это ваша, а другая сторона, поведение другого человека, либо сама ситуация, она не совсем ясна, и вы на это не можете повлиять. То есть вы можете повлиять на себя, на ход ваших мыслей, на ход вашей какой-то стратегии, да, либо на понимание ваших каких-то действий. Также вы можете повлиять на то, как и что вы будете говорить, да, то есть насколько ваш диалог, он будет доброжелательный, либо наоборот, он будет саркастичный, и колкий, и болезненный. То есть вы как будто выбираете вот именно взаимодействие. То есть либо я отдаляюсь, да, я не хочу тебя видеть, я не хочу прояснять, ты не хочешь со мной говорить, ну и ладно. Либо наоборот, вы проясняете и говорите, ну я хочу вот просто понять, да, я не хочу конфликтовать, я не хочу ссориться, я просто хочу понять, да, дай мне, пожалуйста, четкий ответ. Вот на такие моменты вы можете повлиять. Вы это контролируете. Что еще вы контролируете? Ну вопрос своей защиты. Почему-то задержка пошла, может быть, на задержку тоже какую-то. Свою защиту. Вы можете контролировать именно вопрос умения отстаивать свою позицию, да, поскольку вы верите, это в ваших силах сказать да, либо сказать нет. От кого-то отдалиться, либо нет. То есть вот здесь защитить себя, защитить свои какие-то убеждения. Возможно, здесь защита семьи, да, либо защита каких-то ваших ценностей. То есть на это вы повлиять можете, с одной стороны, а с другой стороны, это дальнейший рост, это дальнейшее развитие. То есть я разворачиваюсь, ухожу от того, где я нахожусь сейчас, потому что я это уже перерос. И я иду в будущее, да, вот на это я могу повлиять. Что не подвластно вашему контролю? Прошлое. Вы не можете повлиять на прошлое. То есть смотрите, если есть здесь какая-то ситуация, критичная такая, да, то вы не можете повлиять на нее с точки зрения того, чтобы вот изменить тот ход действия, какой был. Но вы можете повлиять на настоящее. То есть, допустим, если была какая-то размолвка, да, либо был какой-то конфликт, вот изменить его в контексте прошлого вы не можете. То есть вы не можете вернуться в прошлое. Но вы можете сейчас что-то сделать насчет этого. То есть когда, допустим, поссорились, вы не можете повлиять на то, что уже случилось, да, вот на эту ссору. Но вы можете повлиять на дальнейшее развитие. То есть помириться, не помириться, прояснить, не прояснить, уйти или остаться. То есть вот на прошлое вы как-то не можете повлиять. А можете повлиять на момент сейчас. Даже не на будущее, а на момент сейчас. Что еще не подвластно вашему контролю? Причем вот вопрос детей, он как будто бы тоже, и вопрос доверия, он вам не подвластен. По каким-то причинам. То есть если здесь разрушено доверие, вот вы как-то на это повлиять не можете. Вы не можете это проконтролировать. Допустим, если вас предали, да, либо вас как-то обидели. Ну да, я могу помириться, да, я могу снова с тобой общаться. Но все равно вот доверие вернуть, это будет очень сложно. И вы как на это повлиять. Даже если вы захотите, все равно вот как будто есть что-то внутри, что будет напоминать. Либо вам нужно будет стереть свою память, да, либо, я не знаю, что-то осознанное такое сделать, чтобы заново, допустим, поверить, довериться этому человеку. Либо вопрос касательно детей. То есть, а если детей, то что? Здесь вот какое-то ваше взаимодействие с ребенком, вот как будто бы сейчас на это повлиять невозможно. Не знаю, может быть так, что, допустим, вас ребенок обидел, да, если он там, например, в подростковом возрасте, да, либо уже постарше. Ну, сказал какие-то обидные слова. Вы как-то на это повлиять не можете. То есть, такое ощущение, что здесь ребенок, опять-таки, возраст ребенка не важен, но в большей степени уже такой более осознанный, понимающий, отдающий контроль своим словам. То есть, где-то вот там от 13, 14 и старше. Здесь такое чувство, что вы уже как будто бы на этого ребенка повлиять не можете, да. Почему? Потому что он сейчас определяется как-то со своим путем. И вот то ли вам не надо на это влиять, то ли вы не можете сейчас на это повлиять. И вы как будто бы чувствуете, вот, я не знаю, заложником обстоятельства. То есть, знаете, как, особенно если это подросток, да, когда у них там свое проявление в этом мире, да, он находится на этапе отрицания, там, не знаю, семейных устоев, да, то есть, для него и являются авторитеты, либо друзья, либо какие-то другие люди, либо социум, ну, то есть, внешний мир, не внутренний, вот эта вот семейность, вы как будто бы повлиять на это сейчас не можете. Такое ощущение, что вот он должен пройти этот путь, даже если это какой-то ошибочный, вот, это вот прям необходимо. То есть, если вы больше будете контролировать ребенка, тем больше он будет чувствовать себя жертвой, и тем больше он будет как-то отрицать вас, да, отторгать. То есть, вот здесь нужно проявить мудрость в подходе, да, не надо давить, не надо как-то ограничивать. Здесь нужно дать свободу, и вопрос времени, да, здесь проходит. Что еще не подвластно вашему контролю? Для кого важны вопросы взаимоотношений, да, либо вот именно вот партнерство, да, что я сказала, дружба может быть с кем-то. То есть, что-то здесь такое произошло, и вот вы пока это контролировать не можете. То есть, вы не можете сказать, что из этой ситуации выйдет, да, что вылится. То есть, будем ли мы вместе или нет, даже если это там дружба, либо профессиональное какое-то слияние, либо взаимодействие с клиентами. То есть, вы не можете это пока этим управлять. А почему? 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 Потому что здесь такое ощущение, что вот что-то сделано, как-то ситуация, она должна сама развернуться. Потому что здесь это был выбор, как-то ключевой выбор вашей души, и вы на это повлиять не можете. А с другой стороны, если здесь присутствует вот какой-то партнер, да, и, не знаю, может быть, есть тревога, беспокойство о том, чтобы вступить в отношения, да, то есть, я как-то в прошлом было утеряно доверие, и я сейчас не уверена, надо ли мне входить в эти отношения, да, потому что вот есть, не знаю, какой-то страх, да, и мы начинаем, страх близости, и мы начинаем проецировать свои вот эти вот наработки, травмы на другого человека. То есть, здесь говорится о том, что вы это контролировать все равно не можете, вы все равно будете с человеком, да, то есть, ваша душа как будто бы его выбрала, и вы идете вот в сторону счастья, в сторону успеха, удачи. Опять же таки сказать, что по десятке купов у нас проходит семейность как таковая, да, нет, здесь больше акцент идет на эмоциональность. Также вы не можете повлиять сейчас здесь на то состояние, что, возможно, где-то вы в чем-то идеализируете это партнерство. То есть, на это вот как будто бы тоже пока повлиять не можете. Почему? Почему? Почему вообще вы здесь не можете на это все повлиять? Потому что, если это, например, взаимоотношения, только зарождающиеся, да, либо они находятся вот в процессе, ну, то есть, недолгие, да, то здесь вопрос именно идет в притирке, да, то есть, вы как будто бы притираетесь друг к другу, вы узнаете друг друга, либо это идет какая-то внутренняя борьба, которая тоже важна для того, чтобы люди поняли, кто какую роль будет выполнять. То есть, вот эта ситуация, она для вас непонятна, потому что здесь, в этой ситуации, как будто бы вот нужно довериться, да, довериться вот, не знаю, тому, что будет происходить, да, либо довериться дальнейшему развитию. Здесь просто можно наблюдать, но как-то вот повлиять, что-то сделать конкретное, что вот прям изменит, да, ход событий здесь как будто бы нет. Здесь эта борьба, понимаете, здесь ощущение того, что эта борьба и то, что произошло, оно нужно. Но вы можете повлиять на себя, на свое отношение, то есть понять, вот эта вот борьба, которая произошла вовне, это отражение моего внутреннего состояния. В чем у меня тут противоречия иду, да, с чем я не могу согласиться. То есть разобрать и понять себя. То есть вот в таком контексте, здесь, конечно же, пересмотр, да, то есть пересмотреть свои какие-то убеждения по поводу аналогичной ситуации. Еще почему вы не можете повлиять, да, контролировать, управлять этой ситуацией? Потому что здесь еще может быть так, что вот в этой ситуации, да, задействованы и третьи лица, да, другие люди. То есть вы со своей стороны можете повлиять на то, насколько хорошо вы сможете там построить что-то, да, быть в строительстве. Но как архитектор, да, либо как человек, там, я не знаю, как дизайнер, который будет что-то рекомендовать, как нужно и что, на это вы повлиять не можете. Вы можете повлиять только то, что находится в ваших руках, то, что вот именно с вашей стороны подвластно, да. Почему? Потому что вот здесь ощущение того, что есть еще что-то, что вы не можете управлять. И в данном случае, ну, как правило, мы не можем управлять людьми. В каком контексте? Если человек не хочет, да, то мы не можем давить на него, да, повлиять экологично. Мы не можем, кроме как через беседу, диалог и стараться донести свою позицию, объяснить свою позицию для того, чтобы человек понял, да, именно наше поведение. Здесь есть что-то такое внешнее, что на что повлиять не можете. Не знаю, здесь какая-то конкретная ситуация. Напишите, что здесь за ситуация, да, и вот вы тревожитесь. Однозначно она имеет какой-то вес для вас, потому что, ну, если бы она не была значимой, вы бы тут точно не тревожились и не беспокоились. Итак, позиция номер три. Зелёный камешек. Троечки. А в каких вы энергиях сейчас находитесь? В каких энергиях находитесь вы? О, башня, да, разрушение. В энергиях внезапности. Неожиданности. Какие-то здесь перемены на работе произошли. Либо вообще на вашем жизненном пути. У меня такое ощущение, что вот вы как-то что-то шли, делали, строили, а потом какая-то вот такая внезапная остановка и вас осенило, да, что либо что-то я делаю не так, либо я не хочу туда идти, и я меняю какое-то направление. Вот что здесь вас осенило? В контексте развития и коммуникации. То ли вы, вот я говорю, поняли, что либо я иду не туда, либо мне нужно поменять формат общения, взаимодействия. Что здесь конкретно? Ну да, это связано с работой, да, то есть либо вам нужно будет здесь понять, как взаимодействовать с клиентами, либо взаимодействовать с коллегами на работе, да. Причем то, что вас осенило, оно здесь в позитивном ключе. Либо вы долгое время не могли понять, вот как вам дальше развиваться. И тут что-то внезапно такое произошло, и вы поняли, в чем суть, да. То есть что было не так? Вы как будто бы подсветили, вам подсветили, вы увидели, что работает не так, что дает сбой в механике работы. Кстати, здесь что-то может быть тоже связано с машиной. То есть такая ситуация, что вот какая-то поломка. Причем машина у вас не новая. Она такая, ну, ей много лет, и какая-то поломка случилась. Ладно, это вот прям точно для кого-то. Еще в каких энергиях вы находитесь? Вот вы сейчас находитесь в состоянии выбора, да. Хочу понять, хочу понять, что мне нужно делать. То есть здесь ситуация, почему выбор, да. Потому что вроде бы пришло вот как-то, что-то меня осенило, да. Что-то я тут поняла для себя. И теперь как следствие, как результат, да. Что теперь с этим сделать? Как это реализовать? В каком направлении двигаться? Вот именно не в общем, как выбор, а именно в моменте, вот после того, как эта башня уже случилась. Вот в таких энергиях вы находитесь сейчас. Хорошо. Что вы контролируете в моменте, вот в этой ситуации, да, что вы можете проконтролировать тут? Ну, вы можете проконтролировать свои какие-то мысли, планы, свое планирование. Вы можете действительно повлиять на ход дальнейшего развития, чтобы вот он был именно позитивный, чтобы он был легкий, и чтобы он вас удовлетворял. Но это придет только после того, как вы что-то здесь обдумаете. То есть здесь не то, чтобы к вам пришло понимание, и вы сразу начали действовать. Нет. Здесь как-то надо структурировать вот то, что вы поняли. Иногда бывает так, какая-то мысль пришла, и она классная, она здоровская, вы это понимаете. Но очень важно в этот момент это записать, либо зафиксировать. Почему? Потому что когда вот это вот состояние, не знаю, как эйфории, вот как момент, когда вас осенило, когда пройдет вот эта вот эмоциональность какая-то, вы забываете. Потому что именно в момент вот этого озарения вы находитесь в видоизменном состоянии. А потом, когда вы возвращаетесь в нормальное состояние, в котором находитесь большее время, вы забываете. Это как сон. Знаете, утром, когда проснулся, Если сон очень такой живой и яркий, вы его помните, но если его как-то не записать, либо не поработать с ним, стать и продолжить свой день, то ближе к вечеру, либо уже днем, вы уже не помните, что там было. Вы помните какие-то отголоски, как эхо, как общее состояние, что это было хорошо, либо было плохо. А что конкретно вы не помните. Поэтому здесь очень важно в этот момент что-то записать, как-то разоспланировать хотя бы тезисно для себя, что я буду делать для того, чтобы вот это вот колесо фортуны повернулось в нужное мне русло, то есть дало какие-то свои результаты, принесло удачу, что ли, радость. То есть может быть встреча с единомышленниками, встреча с людьми, которые напомнят меня эмоционально также, либо поддержат меня. То есть вот для того, чтобы в позитивное русло закрутилось колесо фортуны, чтобы были изменения, чтобы не просто так я это поняла и оставила, а именно чтобы это вот превратить в действие, то есть материализовать на уровень физики, чтобы это проявилось. Что еще вы контролируете в моменте? Какие-то свои эмоции, да? Эмоции по поводу разочарования. Что здесь за разочарование? Ага, то есть вы можете не переживать, не волноваться за то, что вот то, что вы хотите, да, нужно время для того, чтобы это реализовалось. То есть недостаточно, вот вы сделали план, да, и вы поняли, что вот в этом плане есть первый шаг, второй, третий, вот, и на это нужно время. То есть здесь не нужно разочаровываться, что вот то, что вам пришло в голову, это заберет время. Здесь еще может быть такое вот у меня все же ощущение, что то ли вы работали в одном направлении, и в какой-то момент к вам пришло понимание, что, ну, это не совсем мое. Почему? Потому что вот вы как-то отклонились на несколько градусов в одну или в другую сторону, не знаю, в чем-то правее мне идет, да, и, то есть в правильное русло. И вы нащупали свою стезю. Но здесь как будто бы нужно вкладываться еще в это. Допустим, вот вы занимались Таро, ну, вроде бы вам нравилось, да, но это не совсем ваше. И вдруг вы для себя открываете там матрицу судьбы, что, в принципе, идет на пересечение с Таро, вот, и нумерология. И вы понимаете, что вот оно мое, да, в принципе, база у меня по Таро есть, и нужно еще просто доучиться там каким-то, ну, специальным моментам, что касается матрицы судьбы. И вот вы понимаете, что это заново надо как-то учиться, заново нужно вкладывать туда энергию, силу для того, чтобы двигаться вот в этом направлении. Но это действительно как будто бы ваше, да, вот это вот будет вас наполнять, это будет давать вам то удовольствие, которое вам необходимо, какие-то вот радостные перемены. То есть вот перемены, которые произойдут с вашей помощью после ситуации, которая случилась, они будут благие, но вам нужно будет в это вкладываться, и вы разочаровываетесь, потому что семерка Пендакли, она говорит о том, что здесь нужно время на то, чтобы это как-то проявило себя. Почему? Потому что здесь еще может быть разочарование в том, что вот то, чем я ранее занималась, да, столько времени потратила, и как будто бы впустую. Но вам не нужно думать так, потому что если бы не было вот этого вот этапа, то, что вы говорите впустую, вы бы не пришли туда, вот к чему к вам пришло вот это вот озарение и понимание. То есть оно пришло как некий такой накопительный эффект, да, то есть вот вы где-то там работали, ну, например, опять же-таки, на примере Таро, то есть вы занимались какой-то период Таро, да, вы какие-то знания получали, вы что-то практиковали, и из-за того, что вы этим, ну, это был как промежуточный этап, этим занимались, вы и пришли к тому, где вы находитесь сейчас, либо будете идти в этом направлении. Но не будь вот этого предыдущего этапа, да, вы бы туда не пришли, поэтому здесь разочаровываться не надо, потому что ощущение того, что вот столько времени я потратила зря, надо было сразу вот идти в это направление. Так вы и не знали про это направление, всему свое время, да, то есть вы, как-то это какой-то вот этап развития, и вы находились на одном из этапов, да, на каком-то вот промежуточном этапе, поэтому здесь разочаровываться в этом не нужно. Так, это то, что вы контролируете, а что вам не подвластно, что вы не контролируете? Какие-то чувства, да, здесь. Вот чувство пустоты, вот то, что я и сказала, да, то есть вроде бы, ну, вы как-то головой здесь понимаете, да, то, что я говорю, это правильно, это верно, но вот именно на уровне чувств, да, от этого как-то не избавиться. То есть вы не контролируете вот это вот чувство потерянности, чувство пустоты, вот какой-то вот внутренней дыры, что ли, вот в какую-то вы пропасть попали. Вы не контролируете вот какое-то, знаете, не знаю, безразличие, что ли, здесь идёт. То есть вроде бы так, как было раньше, не получается, а по-новому я не знаю как, и вот я не могу сказать, что здесь самообичевание, нет. Здесь какое-то вот именно разочарование в себе идёт. Почему? Потому что есть какая-то требовательность к себе, да. Вот это вот вопрос контроля, о котором мы говорили, он здесь присутствует, и вы как будто бы столкнулись с тем моментом, что вот в чём-то вы не смогли проконтролировать. Вы как-то это упустили, и вот это вот упущение, оно вас разочаровывает. Что ещё не подвластно вашему контролю? Просто не подвластно здесь момент того, что что-то новое войдёт в вашу жизнь. Аркан смерти не указывает на то, что это хорошо или плохо. Это показатель того, что это просто будет новое. То есть, например, уволились с работы, да, и вам нужно пойти на новую работу. Это новая работа, а это не факт, что она будет хорошая, ну, лучше предыдущей, либо она будет хуже предыдущей. Это будет новая работа. То есть это как, например, вы забеременели, да, и вы понимаете, что рождение ребёнка, оно изменит вашу жизнь. Ваша жизнь не будет ни хуже, ни лучше. Ну, то есть вы не знаете, как. Это будет новое, потому что у вас нет такого опыта. У вас есть опыт тогда, когда вы одни, ну, либо в партнёрстве, в браке, но опыт рождения первого ребёнка, именно вашего ребёнка, у вас такого нет. У вас есть в теории, да, понятие, как у других людей, либо если вы воспитывали младших братьев и сестёр, но именно вашего кровного ребёнка у вас вот этого вот опыта нет. И вы на это проконтролировать вот этот момент не можете. Вот это вот, что новое родится. Что ещё не подвластно вашему контролю? Да непосредственно сам контроль и не подвластен, да, то есть вы как-то не можете стабилизировать, да, как-то заземлить, зафиксировать какой-то момент здесь. Что вы не можете зафиксировать? Ну, вот то, что вас огорчает. Вот то, что я говорила как раз-таки во вступлении, да, что есть какие-то моменты, которые нам кажутся, да, что вот мы можем управлять своими эмоциями. Но по факту такое бывает не всегда. То есть как бы мы не осознавали что-то, да, всё равно какие-то вот биохимические процессы, которые происходят внутри человека, они как будто бы, знаете, идут независимо от нас. То есть если есть какая-то дисгармония, дисбаланс на уровне именно гормонов, то как бы ты не прикладывал силу воли, как бы ты сам себе не объяснял и не говорил, что не надо страдать, не надо переживать, мы это пройдём, всё будет хорошо. Но не приходит внутреннего испокоения, да, потому что на наши эмоции влияют гормоны. Как, не знаю, как это объяснить здесь, да, то есть как бы вы не объясняли себе логически, да, вот это вот чувство, оно никуда не уходит. Опять же, в вопросе эмоционального контроля, да, то есть это вот прям такой очень высокий уровень осознанности. Повторюсь, что, ну, в большинстве из нас он недоступен, потому что мы не понимаем многие моменты, да, и не практикуем ещё, да, то есть у нас элементарно мы не можем идентифицировать свои эмоции, да, то есть для человека тревога, беспокойство, там, волнение. Это всё как будто бы про одно и то же, только разными словами, но это на самом деле разное эмоциональное состояние, и большой спектр, большая гамма, мы не можем их идентифицировать, уже не говоря о том, как мы можем управлять своими эмоциями или нет. То есть вот здесь вот мы как будто бы не можем зафиксировать вот своё состояние, как-то нормализировать своё разочарование, то есть здесь коснулось чего-то такого очень болезненного внутри вас, да, то есть, видимо, затронули какую-то травму, и если вы эту травму не проработаете, то вот это вот состояние у вас как будто бы не получится управлять этим. Почему? А вот почему? Потому что внутри как будто бы, да, всё у вас кипит, внутри всё бурлит, может быть, есть какие-то обиды очень сильные, но вот я говорю какое-то разочарование, то есть это не просто разочарование, что вы надеялись, что придёте на остановку, и там через пять минут придёт автобус, да, а прошло часть, и автобуса нет. Нет, здесь такие вот какие-то глубокие разочарования именно от себя самого, да, от своей какой-то самой идентификации, что я не справилась, вот как так? Здесь вот прям что такое глубинное? Почему? Ещё почему? Почему? Потому что либо вы что-то очень сильно хотели здесь и не получили, либо здесь вот действительно какие-то такие травмы включились, где-то может быть в контексте самого себя осуждение, да, самокритика, где-то может быть предательство своих собственных желаний. То есть такое чувство, что вот к вам пришёл вот это вот понимание, как я сама себя обманывала, как я себя предавала. Но вот здесь разрушение, иллюзии, но эти иллюзии, они как будто бы имеют какую-то базу, то есть на их основе строится ещё что-то другое в вашей жизни. То есть это не то, что я разочаровалась в человеке, а здесь как будто бы какие-то последствия очень масштабные, да, то есть я разочаровалась в человеке, допустим, там было какое-то предательство, да, в вашу сторону, и вы разочаровались настолько, что ваш мир рухнул, потому что вы были привязаны к этому человеку, то есть ваша жизнь, она выстраивалась вокруг этого человека, да, то есть ваш выбор жизненный, он выстраивался вокруг этого человека. Допустим, вы ушли с работы для того, чтобы там рожать детей, да, воспитывать, а тут было предательство, и человек ушёл. И по факту, что получается, у вас есть дети, которых нужно поднимать на ноги, а у вас нету той профессии, которая могла бы вам дать, ну, тот финансовый достаток, чтобы воспитывать этих детей и растить, и дать им достойную жизнь. И у вас идёт разочарование. Почему тогда, когда я могла работать, да, то есть могла развиваться, могла там, я не знаю, стать кем-то, я не стала, я послушала себя, я не знаю, кого-то там, да, и, допустим, вышла замуж, да, либо столько времени посвятила этому человеку, а сейчас жизнь пошла, человека нет, и я осталась у разбитого корыта. Вот здесь вот какое-то такое ощущение энергии, да, почему вы не можете управлять вот своими вот этими вот эмоциями, успокоиться, почему вам так больно, потому что вы остались у разбитого корыта, и вы понимаете, что, безусловно, вам хватит сил заново выстроить свою жизнь, и, возможно, ваша жизнь, она будет намного лучше, чем она есть сейчас, но вот утрата того, я не знаю, как ресурсы, как времени, как сил, как молодость, я не знаю чего, она настолько важна, значима, что вот для вас это, понимаете, это не просто разрушение, а это крах, это полный крах, это когда у вас уходит почва из-под ног, здесь какой-то вот и вот эти вот эмоции, поэтому вы с ними справиться не можете, но они, с другой стороны, они благостные, да, то есть вот эта вот иллюзия разрушилась, все в вашей жизни разрушилось, и да, вам хватит сил выстроить, и да, вы выстроите, вы сможете, вы сильны, у вас получится, но вот какой-то, знаете, как рано заживет, а рубец останется, и вот от этого больно, от этого рубца, понимаете, не от той боли, которая когда-то кровоточила, а именно от рубца, потому что у вас слишком большие ожидания от самой себя, у вас слишком высокие требования к самой себе, у вас нету лояльности к себе, любовь к себе, возможно, у вас есть, но вот эти вот требования, да, что здесь не про то, что вы не позволяете себе ошибиться, а здесь про то, что, не знаю, какая-то вот требовательность, вот, ну, не должно было быть так, вот как-то здесь крушение и надежд, и того, что с вами происходит, и здесь больно, но, причем эта боль, она у вас появляется тогда, когда вы начинаете прокручивать в голове вот этот сценарий, и вновь, и вновь, то есть вы, еще такие моменты, что вот вам нужно допрожить эти состояния, то есть мало того, что они случились, вам еще нужно погрузиться для того, чтобы в эти эмоции, в эти болезненные состояния, чтобы отпустить их, чтобы излечиться, поэтому здесь вопрос не в том, что мне надо это проконтролировать и как-то подавить эти эмоции, да, нет, здесь надо их прожить, они важны, они значимы, они имеют вес для вашего дальнейшего пути, но это очень больно, поэтому здесь какая-то такая, знаете, ситуация, как мы говорим, душевная боль, хотя душа не может болеть, но я не вижу здесь слез, понимаете, я здесь вижу какое-то вот, не знаю, как укорение себя, критика к себе, непринятие себя, вот именно какого-то качества, какой-то черты, вот именно в контексте ситуации, и вот в таком контексте здесь было бы очень идеально, поскольку это всплыло, да, проработать, то есть здесь есть какое-то такое очень ктоническое убеждение, которое вас разрушает, и оно имеет, вот как знаете, как у дерева один большой такой корень основной, и от него идут ответвления, и вот это вот является вашей причиной во многих сферах, то есть если вы это нащупаете сейчас и проработаете, то вы посмотрите, что ваша жизнь, она облегчится намного, то есть она станет более качественной, лучшей, что ли, то есть вы как-то жилу какую-то нашли, которая необходима здесь проработать, она всплыла, поэтому не корите себя, а проработайте, да, поймите, что это за травма, потому что именно туда уходит очень много энергии. Вот такой был сегодня расклад, благодарю Ирину Шведову за идею расклада, вот, хочу вам пожелать всем приятного времени суток, встретимся с вами в пятницу, напоминаю, что в пятницу выйдет и анонс на Блиц-консультации, вот, конкретного времени я не знаю, по-моему, там он в обед, что ли, выйдет, но вот зайдите в раздел сообщества и увидите, заранее могу сказать, что какие вопросы я здесь себе наметила, да, то есть один вопрос, что происходит сейчас внутри вас, он прям вот пересекается с тем раскладом, который я сделала сегодня, и второй вопрос, что хочет ваша душа сейчас, вот, кому интересны эти вопросы, приходите на Блиц-консультацию, буду очень рада вас увидеть и с вами поработать. А я прощаюсь, всего вам самого наилучшего до пятницы всем, пока-пока.